Дискуссия о капитальном ремонте многоквартирных домов происходит по многу и часто, однако вопросов меньше не становится, а скорее наоборот. Понятно, что проблема эта очень актуальна ввиду огромного износа жилищного фонда и постоянного увеличения доли ветховой и аварийного жилья в нашем городе. Есть ряд вопросов, которые изо дня в день беспокоят граждан, и поэтому необходимость проведения капитального ремонта жилфонда – одна из наиболее острых жилищных проблем. Об этом можно судить, исходя из того, что с самого начала горячей линии по указанной теме телефон не замолкал. Так на радио, так в печати было очень много информации, касающейся капитального ремонта. Новочебоксарец Павел Трофимов сообщил, что хотел задать несколько вопросов по телефону региональному оператору, но сделать ему это попросту не удалось. У нас, значит, всего лишь 4 телефона, 14 сотрудников, и вся республика звонит. И IP-телефония установлена, телефоны все заняты. Недоумение вызывает расчет стоимости капремонта и размера комиссии в отделениях Сбербанка Почты России, а также сроки внесения оплаты. И почему на почве берут 10 рублей за оплату вот этого капремонта? Ну, начнем, наверное, с квитанции, которые пришли на сегодняшний момент. Значит, не беспокойтесь, проценты с вас не будут брать. Значит, никаких вопросов не будет. У нас сегодня определена стоимость 5,50 на этот год. Вам же параллельно дали еще и договор. Этот договор, который является вашим для того, чтобы вы ежемесячно платили взносы на капремонт. Эти взносы необходимы. Понятно, что дом, например, даже если вы часть дома отремонтировали, внутридомовое имущество или собственников, которые есть имущество, необходимо ремонтировать. Все равно стареет дом. Поэтому в любом случае создается фонд для ремонта дома, и он будет. Поэтому ваша оплата является гарантией того, что этот договор завершен. То есть он подписан обеими сторонами. Если капитальный ремонт требуется соседнего дома, они у вас возьмут, так скажем, займы и будут обратно восстанавливать. Вот таков порядок. Деньги конкретно учитываются по вашему многоквартирному дому, и никуда они не исчезают. Здесь программа напоминает финансовую пирамиду при направлении средств, собранных собственникам и помещениям. Одного многоквартирного дома на цели капитального ремонта других домов. При этом многие горожане не понимают, почему так происходит. А вот почему стали приходить вот сейчас вторые платежки, я что-то понять не могу. Мы же платим за ремонт жилья. Сейчас еще приходит вторая платежка за опять, за ремонт жилья. Почему два раза одно и то же платим? В декабре месяце к вам стали собственникам поступать платежные документы, квитанции за капитальный ремонт. Вы знаете, наверное, ремонт и капитальный ремонт. То, что вам управляющая компания в платежных документах выставляет содержание жилья, ремонт жилья, это все поступает в управляющую компанию. И вы, наверное, знаете, что ежегодно эти тарифы утверждаете вы на общем собрании собственников помещений. А за капремонт сейчас, в соответствии с новым законодательством, идет накопление средств конкретно на ваш дом. Вот когда наступит по программе республиканской период выполнения капремонта, эти средства будут направлены конкретно на ваш дом и будут отремонтированы все виды работ, которые программой предусмотрены. Кто будет решать вопрос, в каком объеме производить капитальный ремонт, устанавливать размер платы? Может ли быть владельцем спецсчета управляющей компанией в нашем городе? Владельцем специального счета с 1 января 2015 года может быть управляющая компания. И если вы в доме приняли решение открыть специальный счет и у вас владельцем до 1 января 2015 года и сейчас является региональный оператор, вы можете его переизбрать. Сарская улица, Советская, 22, дом поставлен на капремонт, ремонт системы холодного и горячего водоснабжения. И квартиросъемщики, хозяева этих квартир, они заменили у себя и стояки, и канализацию горячую и холодную, ведь у людей стоят гарнитуры. Вообще домовые трубопроводы проходят через их квартиру, они обязаны пускать, в общем нужно будет нам индивидуально с ними прорабатывать. Так, это Алексеева Людмила Ильинична, ветеран педагогического труда, учительница. У нас собирают целевые сборы, ремонт кровли 1216 рублей. Вы капремонт должны платить дополнительно? С момента, как приняли программу капитального ремонта на республику, по истечению 8 месяцев, у нас у всех возникло обязательство по внесению взноса за капремонт. А сегодня на самом деле нам нужно сделать так, чтобы полностью на 2015 год у нас была кровля. Нюансов много, поэтому и вопросов оказалось много. Наталья Мальчикова, Петр Куприянов, Новости Новочебоксарска.